У любого россиянина есть полис обязательного медицинского страхования. Он дает право на бесплатное оказание медицинской помощи. Обычно его можно встретить с собой у граждан в пластиковом или бумажном варианте, но теперь не обязательно иметь физический носитель. Оформить электроны ОМС можно себе или ребенку на портале госуслуги. Оформлять полис ОМС на госуслугах это замечательная возможность, которая продолжает замечательную традицию интеграции существующих в государственных электронных сервисов для граждан в единую систему. В степенном госуслугах у нас появляются новые возможности. То есть мы там оформляем паспорт, мы платим за услуги ЖКХ и так далее. Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление. В течение одного рабочего дня он будет готов. Детям полис тоже оформляют за один день и потребуются только данные свидетельства о рождении. Что касается доступности на всех смартфонах, я думаю, это временная проблема. Если даже где-то недоступно, то это может быть связано с политиками обновлений. Но на самом деле мне кажется, что электронный полис, вот у нас же с госуслуг был сертификат на то, чтобы подтверждали прививку от ковида. Я думаю, что с электронным полисом это может быть точно так же. То есть можно будет показывать QR-код, который будет для регистратуры ввести на ссылку, где, собственно, полис гражданина может находиться. По-моему, это упрощение бизнес-процесса, связанных с записью к врачу, с визитом пациентов в учреждение здравоохранения и многим другим. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона. А при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета. Также пользователь может изменить регион страхования, приостановить или возобновить действия полиса. При этом поменять страховую можно один раз в год по любой причине, а в случае переезда – без ограничения. Алина Красильникова, Универньюз.